В центре посветлее, края чуть смуглее. Мастихином потом придавить красочку, чтобы она стала глуховатой, рассеянной, воздушной. Вот такой. Хорошо? Хорошо. Вот такой. Вот она. Равненький. Ну, идею структуры скалы. Сначала рисуем собственную темность скалы. С этими осадочными породами, выраженными, то есть, однонаправленностью, да? Вот. Создает, создает, создает. Здесь голубой-коричневый можешь сразу отсечь передний план. Хорошо? Чтобы он у нас тоже уже что-то создал. И потом будем укладывать светлотики. Давай. Силуэтик. Причем вот с такой косой. То есть, здесь косая немножко другая. Будет вот такая. Перезонтальная косая. То есть, идея осадочных породов. Осадочных. Вот они. Осадочные такие. А вот тут правильно? Да. Правильно. Только длиннее. Итак, ты вот это вот насаждаешь. Даешь очень внятный силуэт. Очень внятный. Вот такой внятный-привнятный. Невзирая на то, что у тебя там светлый. Ну, тебе предстоит-то поднять. Давай. Осадочный и внятный силуэт. Который ты, в общем-то, не додала. Там силуэт более читабельный. Давай. Потом закрываешь светлые места. И потом туда будем класть. Снег в тени. Снег в тени. Синит. Синит. В солнечный день. А мы здесь имеем намек на солнечный день. Упаковываешь этот снег. Причем, кое-где он по ущельям собирается в эти мощные... Кое-где он лежит на скалах вот по такой траектории. На осадочных породах этих. То большим, то маленьким мастихином укладываешь этот снег. То есть сейчас делать то, что вообще в тени в тени. Смотри, да. Вот он лежит в ущельях. Вот он лежит в ущельях. Собирается вот в этих ущельях вот так. И тоже создать условия для яркого цвета. И яркий цвет начнешь с оранжевого. Вот такого громкого оранжевого. Вот, кстати. Вот точно красота. Везет. Везет же. А я давно эту картинку... Я ее отложил тоже. Думаю. Это ты же не у меня нашла, Триш? У тебя? У меня, да? Это твоя печаль. Вот. Давно на губы смотрю. Ой, красота. Нет, все-таки тебе везет. Значит, сначала оранжевизна. Прежде чем положить... Вот здесь. Желтость света. Желтость и аж почти белость. Игорь, а вот тут вот... Вот тут она будет не синяя, а какая-то львовая, да? Сейчас. Тут два места лезут. Тени. Добавишь немножко теплого. То есть этот снег не будет так синь, потому что здесь рефлексы оранжевого попадают на... Рефлексы оранжевого попадают на... И вот тут в центре такое же, да? Вот где тень падает. Вот от этой горы, вот это вот... Да, здесь тоже легкие рефлексы оранжевого на теневую. Поэтому здесь снег вот этого... Тепловатого синего. Мастихинчиком можно делать еще и вот такие вырезалочки. Создавая, уточняя рисунок. Хорошо? Да. Ну, успехов. Свет из-под теневой. Мы где-то слышали эту мысль, да? Угу. Чуть-чуть высечь этот свет. Там его нет. Вот тут есть. Но он нам нужен. Чтоб из-под теневой несколько светился. Его пригладить мастихином? Да, да. Понимаешь? Ага. С этой стороны тоже? Нет, с этой стороны не нужно. Нам нужно из-под... Смотри, как легко возникла темная грядка. А там тень. Что ты говоришь? Нет. Ну, так я же... А я что положу? Что-то... А вот откуда она идет? Вот отсюда, да? Вот там, смотри. Вот она идет. Теневая грядка. Угу. Что-то к нам сегодня кузяна. Мопка не надо. Кузяне приходится. А это раз не забыли. Да. Я хотела ему рыбу, а потом думала, вдруг он у вас порнет. Нет, вы его едят. А от рыбы он пахнет мужиком. Мужиком был? Мужик. 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 Значит, смотри, имею ввиду, что можешь периодически разгребать свои, потому что ты перебарщивала этих снегов. Я их просто уже разгребла не один раз. Нет, снег на снег, снег на снег, и в итоге не осталось ничего живого. Один сплошной снег. Здесь темно у нас, и именно из-под этого темно, свет сзади. А как вот этот лежачий снег, который в тени и не в тени? То есть вот он лежит-лежит, на него бах, свет упал. Желтый свет есть. Там вся вот этот снег, который... Более, если перебарщить. Так ты же его вообще не положила. Ну да, нет. Я же намекнул им. Да, да. Я решила, что если я им перебарщу, будет совсем плохо. Смотри, выбираю траекторию укладки. Все время выбираю траекторию. Ну, из-под смотренного. Это же не то, что я делаю что-то сверхъестественное. Коричневый. Коричневый, красный, желтый тоже зайдет в картину. В виде вот таких золотистых звучиков. Это как бы собственный цвет скалы. Такой яркий, да? Не более коричневый. Я вижу и вот такие. Ты можешь его видеть и коричневым. Как положить вот этот вот лежачий снег? Какой? Вот тут вот есть лежачий снег. Вот они вот такие залежи. Он у меня, во-первых, зередить стал. Смотри, во-первых, вот эту полосатость желательно убрать. Вот он. Причем можно приврать. Приврать в том смысле, что вот этот ледник, который стекает, сделать его более различимым. Даже сделать вид, что он вот сюда куда-то все движется, движется. Вот он, ледник. Нету там его. Но это будет очень красивый элемент. Согласна, да? Да, да. Сразу поверхность сломала. И она пошла сюда. А тут вот... То есть хочется показать, как свет падает, но как вот сочетание тень и света... Не коричневый. Не коричневый. Не коричневый. Рынешель вверх. Ну, давай. Сейчас я проговорю. Покажи, пожалуйста, на палитре. Вот здесь бы по вот этой дорожечке еще дома пририсовать козликов. Найти горных козликов и вот так вот цепью горных козликов нарисовать. А здесь, допустим, спина и рога. Спина и рога. Он на камень встал вот так и смотрит. И он должен сейчас за ними спуститься. Будет очень эффектная змейка уходящая. Вот такой вот козел. Будет насыщение жизнью. Да, да. Без картинки это бессмысленно. То есть их надо увидеть. Но будет очень эффектно. Не знаю, хорош там или нет, это облако. Если хочешь, убери его. Я что-то уже в нем не очень уверен. На дым как-то вообще пахнет. Ну да, на Волгар. Взгар и дымит. Убрать это разве всегда? Да.